Быть деликатным в сложных вопросах, верить в полезность гуманных решений, всегда выступать против жестокости, стать героем важной персоны. Валерий Алексеевич, Вы с 1997 года возглавляете Паралимпийский комитет. Такой вопрос, почему именно Вы? Ну вот, почему ПАС выбрали? Ну а кто же может не одно тысячелетие возглавлять какую-нибудь организацию? Нет, ну тем не менее, для Вас это было неожиданно. Как это в 1997 году было первый раз? То есть, чья это была инициатива, как все это происходило? Я Вам честно скажу, инициатива была не моя. И согласился, после довольно сильного сопротивления, этой инициативой я по собственному легкомыслию. Значит, тогда только создавался Паралимпийский комитет, почти никто не знал четко, что это такое, как это и так далее. И различные наши инвалидные организации, организация незрячих людей, организация инвалидов-колясочников, и немногие другие, и некоторые индивидуальные просто, энтузиасты, члены потенциальные, они договорились о создании такого Паралимпийского комитета, чтобы развивать Паралимпийское движение в нашей стране, которое к тому времени уже начало развиваться в целом ряде стран. Первое время, несколько месяцев, президентом был другой человек, предруководитель общества незрячих, очень уважаемый человек, Александр Неумывакин. Но поскольку многие хотели независимого, так сказать, от каких бы то ни было инвалидных обществ, человека, и к тому же имевшего определенную репутацию, какой-то вес, по их мнению, так сказать, а я был тогда председателем Международного комитета Государственной Думы, вот подозрение пало на меня у них. Когда пришли, я сказал, что нет ни в какую, у меня и здесь, так сказать, забот полон рот, и другие некоторые есть заботы, вот, и все такое. И поэтому я сказал, что я не могу. Но с первого или второго захода, даже, по-моему, первое их собрание, где они там выбирали меня, прошло без моего участия даже. Но когда, значит, ну, как бы это сказать, без меня меня женили, фактически без меня, пришлось втягиваться в это дело все же. Я неохотно согласился и стал втягиваться в эти дела, вникать понемножечку, так сказать, постепенно. А я рак вообще по своему гороскопу, поэтому я делаю все медленно, не спеша, после некоторого, так сказать, периода ленности и сомнений, но потом уже упорно, значит, стараюсь двигаться в каком-то направлении, правда. Особенностью рака, как вы, наверное, знаете, есть то, что он все время движется назад, думая, что он движется вперед. Вот этого я не знал. Но это уже другие особенности. И начала эта спираль раскручиваться. Это была очень трудная работа на самом деле, потому что, ну, во-первых, никто ничего не знает. Разные проблемы, разные новые, там, какие-то свои тенденции, инвалиды. Это люди, с одной стороны, героические, конечно, которые преодолевают свои. С другой стороны, люди, как и все, героические, упрямые, так сказать, являющиеся, так сказать, такими жесткими, отстаивающими свои взгляды. И вот нужен был человек, которым была репутация, что он, так сказать, способен на компромиссы, так сказать, и так далее. Нахождение каких-то общих позиций. Иногда это давалось нелегко. Но постепенно стал втягиваться. И постепенно стал понимать, что это дело, с одной стороны, очень перспективное. Потому что, ну, через все препоны и тернии, все-таки я оптимист, я всегда о себе говорю, что я не настолько умный человек, чтобы быть пессимистом. Только умные люди так говорят. И я думаю, что все-таки человечество понемножку, понемножку будет гуманизироваться как-то. И ведь эта штука нужна не только для самих инвалидов, но и нужна для здоровых людей, которые чувствуют себя лучше, когда втягиваются в помощь людям, отягощенным, особенно тяжелыми проблемами. Ну и вот дело пошло. Я помню, как мне помогали мои друзья, за что я им очень благодарен. А кто ваши друзья? Многие из них до сих пор помогают. Но вот вы видите комитет, который уже теперь находится в просторном здании. Это все тоже наша работа в течение долгих лет. Так что многие из них до сих пор здесь работают. Не буду их перечислять по фамилиям, потому что боюсь кого-то забыть, но я их очень ценю, очень люблю. Без них я не сделал бы эту работу. Конечно, безусловно. Вот. Видите, когда перечисляешь людей, очень важно знать, где ты поставишь точку. И обидишь ли ты больше людей, чем, так сказать, прославишь. А вы к спорту какое-то отношение имели? Вы увлекались? К спорту я был выдающимся спортсменом на дворовом уровне. Значит, я всегда шутил, что из видов спорта я особенно люблю футбол, хоккей и проферанс. То есть только рискованные виды спорта. Вот. И, конечно, был всегда активным спортсменом в этом плане, но совершенно бездарным с точки зрения спорта высших достижений. Во-первых, я всегда шучу, что по своим параметрам я идеально подхожу под активиста паралимпийского движения, потому что, во-первых, я слеповат, так сказать. У меня довольно сильная дальнозоркость. У меня в детстве еще 8 было, а сейчас у меня порядка 10 с половиной. Так что я в случае чего подхожу под спортивные некоторые параметры, так сказать, параметры классификации паралимпийской. Вот. Ну и так далее, и так далее. Значит, я помню первые олимпийские игры, в которых наша команда участвовала. С одной стороны, это было бог знает что. Финансирования у нас никакого не было. Государство еще тогда не обратило такого пристального влияния на нас. То есть это были олимпийские игры в Токио, по-моему, в 98-м, или что-то в этом роде, так сказать. Не помню точную цифру, но это в конце прошлого тысячелетия, короче говоря, дело было. И вот я смотрел на горнолыжников. И на горных лыжах, на олимпийской трассе, представляете себе крутую олимпийскую трассу, едет, спускается человек на одной ноге, маневрируя при этом всячески и так далее. Я не помню, был это скоростной спуск или слалом и так далее. Это потрясающая история. Я представил себе этого человека, что он думает, как он к этому принесет. Или, например, незрячий человек, сопровождающий. И, конечно, я постепенно стал втягиваться в эти дела. Первоначально мы, так сказать, использовали наш парламент, всячески настаивая, чтобы отдельной строкой прошла строчка по инвалидному спорту, внутри расходов на спорт бюджетный, по инвалидному спорту. Я до сих пор благодарен Михаилу Михайловичу Задорнову, который возглавляет ВТБ-24, который тогда был председателем комитета по бюджету. И он поддержал нас. И мы пробили это делать через, так сказать, парламент. Вот. А потом... Но все равно это было очень тяжело, потому что мы могли участвовать только в дешевых видах спорта. Вот, скажем, если говорить о зимних олимпиадах. Лыжи, да, равнинные лыжи. А биатлон уже проблема. То есть не было финансировано? Да, конечно, конечно. Проблемы со стрельбой, так сказать, начинались. Проблемы. А уж говорить там о каких-то сложных видах спорта. Ну, там парусники, там парусные виды, там всякие такие штуки, яхты. Об этом и думать нечего было. Знаете, вот о чем я подумал. Меня очень озадачило в контексте олимпиады последней, и паралимпийской, и зимней, и сочинской олимпиады, реакция многих людей, которых принято называть оппозиционерами, когда они радовались, ну, допустим, проигрушу сборной России в хоккее, или там фигуристка упала, там по этому поводу торжество устраивается. Вы ведь дружили с диссидентами в Советском Союзе, тоже такое же отношение было к спортивным успехам, или разделялась оценка режима и оценка в целом там достижений страны, или всегда это вот были тождественные понятия? Ну, я не совсем понял, при чем тут диссиденты. Есть категории людей, которые болеют за другие страны. Например, вот футбол, к которому я отношусь всегда с большим вниманием и интересом, и являюсь болельщиком ЦСКА еще с детских времен, с времен команды лейтенантов фактически, знаменитой. Вот, всегда сейчас есть люди, которые болеют, например, российские люди за Манчестер Юнайтед, или за... И они будут болеть за Манчестер Юнайтед, если он будет играть в какой-нибудь сборной России? Нет, вы знаете, мне кажется, или я как-то вопрос сформулировал не точно, или вы не поняли. Одно дело болеть за кого-то, другое дело болеть против кого-то. Это все-таки не совсем одно и то же. Нет, болеть за кого-то неизбежно означает то, что играют две команды, понимаете? Если ты болеешь за Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед играет, предположим, со Спартаком... Нет, немножко по-другому. Если вы, допустим, почему-то испытываете неприязнь к Манчестеру Юнайтед, и вы болеете всегда против Манчестера Юнайтед, с кем бы он ни играл. Вот здесь вот такая постановка. Вы имеете в виду болеть против любой команды, потому что она сборная России. Я таких людей, честно говоря, не видел. Ой, знаете. Но вот я несчастный человек, я не встретил такого человека. Просто если вы чертите, то счастливая особенность вот этих вещей не замечать. Если вас интересуют замечательные люди, которых вы назвали диссидентами, многие из которых прекрасные люди, то большинство из них просто равнодушно относилось к спорту и относятся, по-моему, до сих пор из тех старых моих знакомых, которые до сих пор существуют. Не, естественно, они называются по-другому. Диссиденты – это ведь все-таки терминология из советского, скажем так, прошлого. Поэтому мне это просто интересно. Вы же общались с этими людьми. Мне интересно, та же самая это человеческая природа или нет? Я не помню никого, кто бы болел принципиально против нашей команды, только потому, что она наша. Я помню многих людей, которые просто, и большинство людей, которые просто этим не интересовалось, потому что они были увлечены другими вещами совершенно. Ну, хорошо. Ну, а, допустим, мы же не только про спорт говорим. Допустим, там какой-то космический успех прорыв, выход в космос. Или, допустим, неудача, которая замалчивала в Советском Союзе. Ну, допустим, гибель космонавтов или крушение. Это вызывало... Вы меня толкаете на разговор о патриотизме. Я могу вам рассказать, что я считаю, что я считаю, что я не считаю патриотизмом. Значит, болеть за... Спорт имеет две стороны. Спорт имеет сторону эстетическую, гуманитарную. Спорт профессиональную, если хотите. Можно ведь любить или не любить команду Барселоны, например. Но когда ты смотришь, как играет Месси, то ты испытываешь эстетическое наслаждение, если ты понимаешь в этом спорте что-нибудь. Или ты... Федерер может играть с одним из наших игроков. Ты заранее знаешь, что он выиграет. Скорее, было исключение. Сафин, я помню, замечательно выиграл у Федерера. Но восхищаться игрой этого великого мастера... Это прекрасно, так сказать. И никакого отношения к патриотизму, непатриотизму это не имеет. Вообще, я считаю, что чем дальше от политики спорт, тем лучше. И вот сейчас это более актуально, чем когда бы то ни было. Потому что политические аспекты в спорте есть. В том числе и антироссийский политический аспект в спорте существует. Например, что касается допинга, то этим страдают далеко не только у нас в стране. У нас в стране сильно заражены этим делом, безусловно, в ряде видов спорта. Но в других странах ситуация или аналогичная, или во всяком случае не намного лучше. Но вот как-то все это сейчас обращено на нашу страну. И это, мне кажется, связано с политикой, что меня не радует. Поэтому меня не радует политический дегенератизм ни в ту, ни в другую сторону. Но, конечно, я, например, всегда болел за свою команду. И, например, завтра «Зенит» будет играть с «Бенфикой» португальской в Лиге Европейских чемпионов. Конечно, я буду болеть за «Зенит». Хотя проблемы существуют. Во-первых, я болельщик ЦСКА. И в этом смысле «Зенит» во внутреннем чемпионате я, конечно, не люблю и заинтересован в их поражениях, а не победах. Потому что это выгоднее для ЦСКА. Но при этом, когда он играет на международной арене, я болею всегда за них. И думаю, что большинство так делает. Хотя есть люди, которые настолько уличены клубным футболом, что могут болеть против «Зенита», потому что они не болеют за «Зенит» вообще. В принципе, это их враг как бы. Ну, вы знаете, наверное, вот известное дело с акцией в Храме Христа Спасителей «Пуссирает». Участницы этого коллектива тоже получили два года, насколько я помню. И такой же срок, как мне кажется, получил «Нацбол», который сорвал концерт Андрея Макаревича в одном из клубов. Вы, человек, как очень много занимаешься проблемами. Право можете оценить, это адекватные сроки или нет? Нет. Неадекватные? В обоих случаях? Я тогда говорил и говорю сейчас, не изменив свои точки зрения. В обоих случаях неадекватные? Абсолютно. Нет, сорвать концерт, я не знаю, что там произошло конкретно. Там был перечный газ, баллончик распылен. В результате у кого-то со здоровьем были проблемы, мероприятие было. Я думаю, достаточно было его оштрафовать. Насколько я помню, что сам Андрей Макаревич сказал, что он противник того, что... За это дело, я считаю, достаточно административных сроков. Точно так же, как и с «Пуссирайс». Конечно, вели себя они крайне безобразно, на мой взгляд. Нельзя в церкви заниматься этими делами, такими делами. Это оскорбляет чувства людей, которые там собрались. Но поскольку они никаких насилий, ничего не делали, это решается в административном порядке. Это должно было быть административным нарушением. Поэтому я был против такого уголовного наказания. То есть вы считаете, что есть какая-то специфика, условно говоря, в Соединенных Штатах Америки, где вы были послом, или в Англии, куда вам предлагали отправиться послом, могло ли быть за подобное акцию такое же наказание? Вы знаете, мне трудно законы эти трактовать, но я думаю, что, скорее всего, вряд ли было бы тюремное заключение за такие наказания. Не думаю, не думаю. Я, во всяком случае, не знаю примеров там. Ну вот, сын известного очень музыканта из группы Pink Floyd, он сам не имеет отношения к музыке, но он получил полтора года заключение в Великобритании за то, что он надругался над британским флагом. Или вы считаете, что это несколько иное? Ну, видите, я не знаю этого случая. Я думаю, что это исключение. Английских законов я, честно говоря, хорошо не знаю. Поэтому, к тому же, там право-то прецедентное в основном. А что касается Америки, там сколько угодно жгут флаги, и никаких сроков за это не дают. Как вы, наверное, знаете, что даже сам Билл Клинтон, который был молодым в свое время, участвовал в сожжении американского флага, и даже я помню, когда его избирали, была такая карикатурная история, когда его, значит, ну, такой артист, комик, который исполнял его роль, его спросили, скажите, а Клинтон обвиняли в том, что он, во-первых, вот сжигал флаг американский, а во-вторых, что он курил на марихуану, что тогда считалось весьма неправильным. И когда комика этого спросили, сжигал он американский флаг, он говорит, да, я флаг немножечко сжег, ну, я не вдыхал, понимаете. Да, потому что именно так ответил, да. Вот посмеялись, короче, посмеялись над ним, так сказать. Хорошо, во второй части... А иногда это хуже, чем штраф заплатить, да. Да, в общем, первая часть, я считаю, такие мы экспертные какие-то оценки пытались. Во втором мы поговорим о вехах вашей биографии, более предметных, с кого у нас будет. Вот про Америку мы заговорили. Вы ведь были послом России в США в 92-93, да? То есть именно в тот период, когда, по мнению некоторых обозревателей и экспертов, Россия находилась под внешним управлением в США. Как вы вообще относитесь к такой оценке начала Ельцинского управления? Лично я находился под внутренним управлением. И был послом России, получал указания из Москвы. Вы получали указания, это получали как козырь. А? От министры иностранных дел получали указания, да? Не всегда. Посол – это не только представитель МИДа. Посол – это представитель государства. Поэтому был контакт с самим президентом, был контакт с другими государственными органами. Как вы знаете, посольство – сложный организм, так сказать. Так что выполнял я указания из Москвы. А какие указания получала Москва из Вашингтонского обкома, это вы расспросите других людей. Нет, но сейчас ведь много говорят, допустим, по поводу того, что там Киев находится под внешним управлением. И сравнивают вот эту ситуацию на Украине с началом 90-х. Было что-то в этом? Или это все, с вашей точки зрения, надумано? Я думаю, что ситуация была весьма сложная, в том числе и экономическая ситуация, и продовольственная ситуация, и так далее. И, конечно, было много поводов для того, чтобы беседовать активно с американцами на тему о помощи различной и так далее. Была обстановка тяжелая после развала Союза, как в любой республике, так и в России. Это было объективно. Но я считаю, что в нашей внешней политике того времени была излишняя склонность к тому, чтобы в некоторых вопросах прислушиваться к американским правилам и к американским советам. Я не только это знаю, но я активно выступал против этого. В частности, у нас как раз постепенно испортились отношения с тогдашним министром иностранных дел Козыревым, как раз по той причине, что я довольно открыто, что послу несвойственно, и я понимал, что это несвойственно. Стал выступать против того, что я называл инфантильным проамериканизмом в нашей политике. Вы считаете, что вас вынудили уйти с позиции чрезвычайного посла Российской Федерации в США? Ну, это было просто зафиксировано. Я получил соответствующую телеграмму из Москвы. До этого, насколько я понимаю, тоже как-то ограничили в каких-то ваших порывах и движениях? Вы знаете, там была внутренняя, так сказать, борьба, и даже некоторые важные телеграммы я посылал на самый верх, не через МИТ, а через Евгения Максимовича Примакова, с которым у нас были очень близкие отношения в течение долгого времени, еще с академических времен, и он передавал это наверх. Однажды он даже сказал, Илья Петрович, у вас были такие резкие выражения в телеграмме, что я вынужден был на свой страх и риск несколько фраз вычеркнуть из них, против чего я не возражал. Периодически, когда я был в Москве, я всегда с ним активно беседовал, когда он был еще в лесу, так называемом, то есть руководителем СРВ. И когда мы с ним сидели после беседы, он говорит, ну вот у меня сбоку тут комнатка, давайте пообедаем. И мы стали обедать, и вдруг я смотрю, что сверхосторожный, сдержанный Евгений Максимович начинает какие-то говорить детали о внутренних тогдашних делах. И я смотрю на него, говорю, Евгений Максимович, а вы не считаете, что мы можем быть, так сказать, в нашей беседе, что она может быть больше, чем диалогом, так сказать? Он говорит, Владимир Петрович, знаете, это единственная комната в Москве, где вы можете быть совершенно уверены, что никто нас не слушает. Здесь два раза в день проводятся чистки, так сказать, после каждого посетителя, может быть, даже после вас. Еще одна века вашей биографии, это 68-й год, когда вы выступили против ввода войск Варшавского пакта на территорию Чехословакии. Но вы раскручиваете время в противоположную сторону. Правда, говорят, с точки зрения физики сейчас это можно все делать, искривлять его любым способом. Почему бы нет? Потому что, ну, я вам объясню просто, по какой ассоциации. Вот сейчас, ретроспективно, вам не кажется, что, может быть, и надо было империи как-то защищать свои дальние подступы, поскольку наша стеллита в Восточной Европе была, конечно, сателлитами Советского Союза, это была некой буферной зоной между НАТО и Москвой. Или вы считаете, что это была ошибка в 68-й год? Вот войск в Чехословакии надо рассматривать, на мой взгляд, в контексте той исторической реальности, которая была в то время. Вообще, у нас есть иногда тенденция, так сказать, говорить, а вот я бы, тогда бы, то бы, как они могли не понимать. Был исторический контекст. Этот исторический контекст состоял в том, что был создан послевоенный мир. Вот такой, какой он был создан, ялтинский мир. В него входила Чехословакия тогдашняя, то есть сейчас Чехия и Словакия, даже не все граждане молодые наши, которые нас слушают, поймут, о чем я говорю. И в ней постепенно стали побеждать те тенденции, которые проявлялись, которые были фактически частью превращения послевоенного мира, довольно искусственного, обусловленного определенной ситуацией, разгромом Германии, так сказать, и так далее, расколом Германии, расколом Европы. Этот мир начал рушиться. Как рушился Венский мир после наполеоновских войн, как рушился Версальский мир, так сказать, и так далее. Обычно они лет по 50 существуют, а потом начинают разрушаться. У нас есть иллюзия, что все империи рано или поздно разрушаются, вот и атаманская, и австро-венгерская, и английская, и британская, а вот наша империя, она вечная, и никогда не может разрушиться, никогда и ни за что. Ну, это можно в поэме, поэзии, в различных пропагандистских выступлениях говорить, но на самом деле история, она не так развивается. Но все-таки вы дипломат. Вот я вам конкретный вопрос задал, а вы... Нет, почему? Это очень конкретный ответ, на самом деле. Короче, в Чехии начался тот процесс, который начался, как вы сказали, правильно, в Югославии. В Венгрии в 56-м году. В Венгрии, в Китае успешно он стал по-своему отделяться от этого монолита, да? Можно продолжать. Северная Корея по-своему начала отделяться от монолита, и так далее. Значит, вот она начала отделяться. Что надо было делать мудрой власти? Кстати, говорят, с другой стороны Деголь вышел из НАТО, если вы помните, из... Там вообще 68-м год это революция, была студенческая. Не из НАТО, а из военной организации, да. Так вот, что в таких случаях надо было делать? Надо было раньше подумать, чем это сделало советское руководство, о новой организации, которая придет на смену послевоенного мира. Как известно, есть такая пословица, судьба согласных с ней ведет, а не согласных тащит. Вот, если бы она нас вела, как это делал Бисмарк в свое время и так далее, не согласившись с тем, чтобы присоединять Австрию, была такая возможность, например, Германии, она бы его вела. А нас она тащила потом. Так вот, если бы мы не вели свои войска в Чехословакию тогда, то процесс разрушения мира пошел бы по другим путем. Он пошел бы по пути, условно говоря, финляндизации. Помните опыт международной Финляндии, которая не была ни в каких блоках, была очень дружественна Советскому Союзу и, я бы сказал, очень больше, чем все, прислушивалась к нам и не делала никаких вещей, которые нам не нравятся, но была независима в своих внутренних делах. Вот если бы мы пошли и ограниченно независимо во внешних, вот если бы мы пошли с Чехословакией по такому пути, то у нас бы сейчас страна наша, ну и потом еще в Афганистане, вы не говорили об Афганистане, Афганистан это еще один путь, еще одна веха на этом пути. Вот если бы мы не пошли, то у нас бы Варшавского договора не было бы. Это иллюзия, чтобы у нас был Варшавский договор. Рано или поздно Германия объединилась бы, это неизбежно. Но у нас бы была совершенно другая страна сейчас. У нас мы остановились бы не там, где мы остановились в 91-м году. Мы были бы в этих же границах? Мы были бы в границах других. Я не берусь предсказать в каких. Прибалтика стала бы независимой, она должна была стать независимой, как в свое время Финляндия и Польша. Там что-то произошло бы с рядом других стран, но три славянские страны не были бы в таком положении, как сейчас. Это было бы совершенно по-другому. Это было бы органичнее и лучше. Вот почему я был... Я тогда вряд ли мог сформулировать точно в таких терминах это, но что-то похожее... Но вы сейчас не сожалеете о своем заявлении? Никоим образом. Оно только подтверждено тем, что я вам говорил. О том, что вы вступили в партию, сожалеете? Я имею в виду КПСС вам 23 года было? Нет. Потому что я вступил в период оттепеля, когда появилась надежда на то, что деформируется сталинская система. То есть, среди 60-ти это была вообще установка на то, что вступив в партию, можно бороться с... Обновление партии, конечно, но я не был тогда в такой позиции, когда считал, что надо будет ликвидировать вообще партию как таковую и так далее. Я был вполне в духе тенденции тогдашних 60-ти вообще. Я считаю себя юнгой 60-ти таков. Нет, помоложе их, слава богу, поэтому еще топчу землю с этой стороны. Вот. И я был уверен в возможность создания социализма с человеческим лицом, соединения. Собственно говоря, Академик Сахаров был в этом убежден, что конвергенция может быть и лучшие черты того и другого строя могут объединиться и так далее. Вот такие полуиллюзии, полунадежды у меня были и с этим я вступал в партию. А были в вашей жизни решения ваши или какие-то события, о которых вы сожалеете? Конечно. Вы готовы рассказать? Если ничего не приходит в голову сразу, значит... Конечно, лучше на Страшном суде это рассказывать, чем на Курасе и Страшный суд. Мандат от Страшного суда. Нет, проедем. Давайте вы мне скажите вот тогда о чем. Вы в свое время, когда были уполномочены по праву человека, активно достаточно выступали против смертной казни. Вот не пойму я все-таки наших элитариев, потому что мне кажется, что вы, не вы персонально, весь эстаблишмент вы все пытаетесь сделать по американским моделям, как кажется. Вот во всем равняетесь на Америку там, не знаю, не про вас, нет, я про эстаблишмент говорю, про элиту. Вот, все в Америку, там, дети пусть в Америке учатся, недвижимость, то есть, все по-американски. А вот элиту не отвечаю, у меня дети в Америке не учились. Мы не про ваших сыновей, мы договорились, что мы про семью не будем говорить, мы не про сыновей, ни про внуков, ни про правнучку Александру говорить не будем. Ух ты, это да. Говорим сейчас про вашу инициативу. То есть, вроде как, все как в Америке, а отношения к смертной казни, смертной казни там и детей казнят, в США имеется в виду, в Техасе, пожалуйста, в большинстве штатов есть смертная казнь. И, ну, вот, вы поставьте себя на место человека, который вот, у которого, я не знаю, правнучка, или внучка, или дочь, или сын, неважно, оказалось в руках массадиста, который сделал то, что они делают. Не знаю, выкал глаза, изнасиловал, пытал там неделю. Понятно. И вот, ну, как вот можно такому человеку оставлять жизнь? Я не понимаю, честно говоря. Да. Значит, вот, если каждый отдельный человек это спроецирует на себя, на своего близкого. То есть, вы считаете справедливостью, выжить справедливостью переигилить игиловцев, да? А при чем здесь игил? Как игил? Они вот режут, надо добавлять запрещенные, а почему на глазах? Ну, как на глазах? Я вижу по телевидению, как они режут люди. А почему в Соединенных Штатах на это делали? А при чем Соединенные Штаты? Соединенные Штаты есть страна своя собственная, своими собственными традициями. Страна, у которой оружие, это как у нас вилка и ложка, так сказать, и так далее. У них есть своя специфика. Почему вы считаете, что у нас мы такие все специфичные и уникальные, а Соединенные Штаты, они не специфичные. У них есть своя специфика. Они страна с оружием. У них, видите, до сих пор существует, несмотря на все, чуть не каждодневные убийства в школах, люди не отказываются, большинство людей не отказывается от того, чтобы, так сказать, не иметь оружия. У каждой страны своя история. И при чем тут страна? Вы говорите о смертной казни или об Америке? – Я пытался, на самом деле, понять ваше отношение к ряду тех понятий, которые ассоциируются с вашей фамилией. – Да. – Ну, все в силу тех должностей, которые у меня… – Пожалуйста, по смертной казни я вам скажу. По смертной казни я вам скажу. Я решительный противник смертной казни, особенно в России. – Особенно в России. Потому что я считаю, что история России нас учит тому, что жестокость не приводит к хорошим результатам. Что жестокость и смерть не приводят к хорошим результатам. Кстати говоря, наша замечательная императрица Елизавета Петровна смертную казнь обещала отменить и действительно при ней не было смертной казни. – Знаете, вот вы говорите про жестокость, я пытался говорить про справедливость. – Справедливость – это не наша категория. Справедливость – мы узнаем о справедливости на страшном суде и так далее. А что касается… Это большевизм говорить об абсолютной справедливости в человеческом измерении. Человек от природы несправедлив, но это другой длинный разговор. А у нас существует проблема. Это проблема – нулевая терпимость по отношению к ближнему. Это проблема жестокости и жесткости. Это проблема, когда мы ведем с вами спор, или не с вами, а с другими с кем-то. Треть от силы – это для выяснения истины и для уважительного попытки подумать над аргументами собеседника. И две трети – победа над ним, одержание такого поверженности, радости от того, что он сокрушен и так далее и тому подобное. В человеке есть много животного, много дикого животного, в плохом смысле слова, потому что есть хорошее животное. И в России, к сожалению, это очень сильно развито и привело к трагическим последствиям, чудовищно трагическим последствиям. Поэтому отмена смертной казни в России – это великое достижение, которое обращено прежде всего не тем, кого казнят. Потому что тем, кого казнят и тем, кого сажают в наших условиях на пожизненное заключение – это еще большой вопрос. Это не большой вопрос, а это для наших с вами душ, понимаете? Вы, да, действительно, когда убивают родных и близких, первое впечатление – это взять реванш и немедленно уничтожить этого, и сполосовать, и скромсать и так далее. А потом, через некоторое время, вы обратили внимание, иногда через короткое, иногда и длительное, люди прощают своих жертв. Вы помните, Елизавета… Нет, я тогда не помню, нет. Нет, ну как, старшая сестра Александра Федоровна, Елизавета Федоровна, сестра императрицы последней, погибшей, она же простила убийцу своего мужа, Каляева. Вы знаете, я просто… Это великий пример для нас. У нас противоречия. С одной стороны, Елизавета Федоровна святая, она простила, она пришла к нему и так далее. С другой стороны, мы, уважая и любя Елизавету Федоровну, говорим, вы скромсать их всех, гадов, так сказать, и правых, и неправых. Враг, он всегда враг, лучше 10 убить, чем… Ну, вы же знаете все аргументы против смертной казни, вы можете их без меня сказать. Нет, я… Вы же знаете, сколько людей… Знаете, у нас просто на аргумент совершенно не осталось времени, я просто, ставив финальную точку, могу сказать, что я убедился, что я разговариваю с дипломатом, вот просто вот у дипломата, у которого есть природный авторитет, который умеет просто, беседуя с собеседником, уводить его от вопроса, отвечая, не отвечая на вопрос, и это тоже, в общем-то, большое мастерство. Мне это было интересно. Спасибо вам. Интересная, наступательная со стороны моего оппонента, толерантная с моей стороны.